Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск сегодня» и я, Юлия Решетникова. Сегодня будем говорить о фундаменте развития ребёнка, то есть о физическом развитии. У нас в гостях Алена Прокопьева, заведующая отделением медицинской реабилитации номер один, врач-невролог первой квалификационной категории, врач физической реабилитационной медицины, Евгений Григорьев, массажист с 20-летним стажем, ЛФК-инструктор, целитель и энергопрактик. Здравствуйте! Здравствуйте! Алена, расскажите, пожалуйста, о вашем реабилитационном центре, какую помощь вы оказываете, какие специалисты у вас работают. Добрый день, уважаемые слушатели, радиослушатели, те, которые смотрят нас по телевизору. Мы представляем государственное автономное учреждение Республики Саха-Якутия. Республиканский центр медицинской реабилитации и спортивной медицины. Непосредственно мы работаем в круглосуточном стационаре отделения медицинской реабилитации для детей. Наше отделение занимается реабилитацией детей с 3 месяцев до 17 лет. Отделение на 50 коек, то есть полное заполнение у нас на 50 детей. К нам поступают со всей республики, с города, со всех поликлиник по программе «Медведь». То есть участковые педиатры, неврологи, ортопеды, специалисты по показаниям направляют к нам на реабилитационное лечение. Уровень курации у нас 3-4, то есть дети сразу после травм, после операций, после перенесенных инфекционных заболеваний, дети с различными неврологическими патологиями. То есть весь спектр мы таких детей берем и лечим. По структуре главный врач у нас Назарова Николаевна, имеется 5 отделений при этой организации, 2 взрослых, 3 взрослых, поликлиника и 2 детских. Детские – это круглосуточные наши отделения и дневной стационар. Круглосуточный стационар чем отличается от дневного? Это круглосуточное нахождение в нашем стационаре. Обычно курс лечения составляет 14 дней, а более такие серьёзные заболевания мы можем даже лечить до 21 дня. Хорошо, спасибо. А с какими запросами чаще всего к вам поступают? Ну, значит, запросы, конечно же, это восстановление здоровья, да, во-первых. И в первый же день, когда ребёнок поступает, мы смотрим ребёнка, значит, командой. То есть это не только один врач, педиатр или реабилитолог смотрит, да, а врачи-специалисты. Это невролог подключается, врач лечебной физкультуры, физиотерапевт, логопед, психолог. Ребёночка мы сразу, значит, после того, как уже оформили, заводим в кабинет МДРК, это мультидисциплинарная команда, да. И там же для удобства ребёнок раздевается только один раз. Один раз, и в этой же комнате мы, получается, делаем осмотр разом, беседуем с родителем и ставим реабилитационный диагноз. И, исходя из этого диагноза, вот запросов родителей, мы уже ставим цели. То есть, чего мы хотим добиться от 14-дневного нахождения и реабилитации. Да, такие краткосрочные цели, да? Краткосрочные цели, а потом уже в последующем уже долгосрочные цели ставим. Хорошо. Так как мы сегодня говорим о физическом развитии детей, расскажите, пожалуйста, кому показан массаж, ЛФК? Так, ну физическое развитие детей, реабилитация, она, конечно же, не только туда входит массаж и лечебная физкультура. Это очень обширный, комплексный подход к ребёнку. Это медицинский массаж, это лечебная физкультура, это различные методики физиотерапевтические, это занятия с логопедом, это занятия с клиническими психологами, это и трудотерапия, это и игровая терапия. То есть, комплексный подход даёт очень хорошие результаты. И, конечно же, основным методом является у нас лечебная физкультура и медицинский массаж. Да. Ну, конечно, физиотерапия тоже. Спасибо, Евгений. Скажите, пожалуйста, с какого возраста можно делать массаж детям? Здравствуйте ещё раз. Ну, особо ограничений таковых нет. Можно начинать даже после сразу рождения. Ну, обычно от 15-20 дней в Упийской роддома уже можно начинать массаж. А бывает ли больно ребёнку во время массажа? Ну, полевой порог у всех разный. Это индивидуально. Ну, обычно мы так стараемся максимально делать безболезненно. Ну, и чтобы ребёнку было комфортно. Когда ребёнок сильно плачет и напрягается, лучше сильно так массаж не делать. Да, конечно. Существует ли идеальное время для проведения массажа? Ну, идеальное время желательно – это до обеда. И, ну, если ребёнок уже пообедал или позавтракал, уже надо делать уже полтора-два часа. После полтора-два часа. Или до приёма пищи 30 минут должно быть. Понятно. А сколько вот по времени занимает один сеанс? Ну, время бывает разное. Это зависит от… Тяжести, да? А, тяжести. Ну, обычно 30-40 минут. А курс сам сколько длится? 10 сеансов, да? Курс, значит, 10, 14, 21. Это по дням. А в среднем 10 дней, да, курс. Хорошо. А вот когда видны первые результаты? Ну, первые результаты бывают разные. Это зависит тоже от ребёнка и от симптомов. Ну, обычно 2-3 дня уже можно увидеть результаты. Хорошо. А в основном кому показан массаж? Всем детям или вот какие-то есть… Ну, массаж, так как это медицинская процедура, конечно, по показаниям, да. Есть различные заболевания, например, опорно-двигательные системы, заболевания нервной системы, при которых изменяется, значит, тонус мышц. Бывает спастика, то есть вот когда сгибатели, они усилены, да, мышцы сгибателей, иногда разгибатели. Это зависит, конечно же, от диагноза. Обычно это бывает при различных порезах, параличах. Всем известный детский церебральный паралич, да. Но есть и дети, которые имеют, ну, такие незначительные нарушения, тоже мышечные, которые тоже в последующем могут спровоцировать, например, сколиозы, да. Плоскостопие, то же самое, это при сниженном тонусе. И этим детям, конечно же, обязательно показан массаж, лечебная физкультура, физиотерапия. Обычно мы рекомендуем тоже два раза в год, смотря от тяжести. Бывают дети, которые, конечно же, даже почаще должны получать курс реабилитации. Это два-три месяца. Хорошо. Что такое лечебная физкультура? В чём заключается смысл? Ну, лечебная физкультура, ну, есть понятие обычной физкультуры, да. Да. Общая подготовка и есть лечебная. То есть лечебная физкультура, она проводится уже, ну, понятно, детям с какими-то вот именно отклонениями в здоровье. То есть если у ребёнка не показана вот сильная нагрузка, да, лечебная физкультура проводится именно и в организациях вот медицинских для как раз-таки вот улучшения статики, функций. Есть, ну, несколько методик, например, по лечебной физкультуре есть и дыхательная, да, при часто, когда ребёнок часто болеет, бронхиты, да. Есть методики вот общесуставные, да, когда идёт общее вот общее укрепление мышц, общее укрепление здоровья. И по локализации это всё назначает у нас врач лечебной физкультуры, либо же врач физической левитационной медицины. И если у ребёнка, вот видим при поступлении на приёме, что у ребёнка идёт уже искривление, да, плоскостопие формируется, то у нас ЛФК будет направлено уже на усиление мышц групп, значит, корсета, спины, ног. И это всё прописывается у нас в отдельных бегунках и даётся уже специалисту. Специалист уже, в свою очередь, занимается. У нас, помимо того, что вот лечебная физкультура, есть и кабинеты механотерапии, то есть очень много оборудований, которые вот позволяют и диагностировать некоторые нарушения. Как раз на фото можем видеть стабилоплатформу, на которой идёт диагностика, и в игровой форме уже идут процедуры, занятия для улучшения моторики, координации, там программы разные. Ну, это не единственный аппарат дорогостоящий, да. Есть у нас и, значит, медицинское оборудование для верхних конечностей разработки, для нижних конечностей, велоэргометры. Это всё у нас входит именно в понятие лечебной физкультуры. Евгений, может, какие-то общие упражнения покажете? Можно сидеть стоя? Могу. Ну, обычно у нас дети, обычно приходят с нарушением осанки, ну, обычные общие, можно движения начать... Поближе к столу, пожалуйста. Ага, едет на камеру. Ага, вот на головы, например, наклон вверх-вниз, наклон вбок. Это у нас, значит, общепринятая методика, суставная гимнастика. Начинается она с головы, разработка суставов и, получается, вот постепенно переходит на руки, ноги. Всё конкретно по суставам у нас, значит, разрабатывается. И потом уже идут основные по требованию упражнения. Вот Евгений Семенович сейчас показывает общую, ну, суставную гимнастику. То есть всех детей, которые вот направляются на ЛФК, берут и на групповые занятия, и на индивидуальные. На групповых вот начинается суставная гимнастика, и уже по заболеванию идёт комплекс упражнений. Например, у кого-то на спину, у кого-то на укрепление вот ног. И потом уже отдельно идут в кабинеты биологической обратной связи, в механотерапию. Так, многие родители не знают, да, что, я как логопед говорю, связь речи с телом. Потому что от тонуса мышц, от того, в каком состоянии у нас находится тело, зависит, так скажем, наша речь, звукопроизношение, работа артикуляционного аппарата. Поэтому массаж и лечебная физкультура – это вообще база на самом деле. И я бы посоветовала родителям больше уделять время, ой, время именно вот развитию физическому. Алена, скажите, пожалуйста, можно ли сочетать ЛФК с другими физиотерапевтическими методами? Так, ну, как ранее я и уже говорила, наше отделение занимается именно комплексной реабилитацией, да. То есть туда входит не только лечебная физкультура, массаж, но и физиотерапевтические процедуры. Всё в комплексе. Всё в комплексе. Это не считая уже занятий с логопедом, клиническим психологом. Что туда входит? Да-да, сочетать можно и нужно, необходимо для того, чтобы результат был хороший, положительный. Из физиотерапевтических процедур у нас тоже спектр очень-очень обширный. Вот в последние годы у нас расширился, значит, диапазон методик. Очень много закуплено медицинского нового оборудования. Это магнитотерапия, это по электродетимуляции, лазерное лечение, ультразвуковое, грязь лечение. То есть из физиотерапевтических у нас тоже методики применяются разные. Это тоже исходит индивидуально от заболевания. Хорошо, спасибо. Давайте ещё раз продублируем, как к вам можно поступить. Это бесплатно. Так, значит, поступить. Да, мы берём детей в рамках обязательного медицинского страхования. Это по полюсу, бесплатно. К нам направляют детей с поликлиник. То есть если вы желаете, если у вашего ребёнка есть показания к реабилитации, вы подходите к своему участковому терапевту, педиатру или специалисту-неврологу, ортопеду, по каким именно заболеваниям, да, и просите записать, если есть показания, к нам. В свою очередь уже специалист, врач заполняет форму в программе «Медведь». Пока работаем по этой программе, но в будущем у нас, мы все медицинские работники, работаем в программе «РТМИС». В будущем планируется уже направлять к нам, вообще направления заполняются будут в программе «РТМИС». Заполнение, бланк у нас определённый есть, доктора все знают. И, значит, мы уже отбираем на своём уровне, действительно ли есть показания, соответствует ли уровень курации, и отправляем им дату, на которой идёт запись. И на эту определённую дату к нам уже подготовленные участковыми педиатрами подходят дети уже на поступление, на госпитализацию. Очень хорошо. Я вот услышала про трудотерапию, что это такое? Так, значит, трудотерапия. У нас есть такой очень-очень популярный кабинет, да, детишкам очень нравится. Он у нас работает, ну, без выходных до вечера, ежедневно. Значит, дети там занимаются творчеством. Но это не только творчество, да, это улучшение мелкомоторики, это улучшение логических тоже функций, да, потому что у нас не только рисуем, не только собираем пазлы, там у нас идёт творческий процесс. Очень многие дети занимаются бисероплетением и при выписке. И, ну, детишки у нас выходят с подарками для мам, для бабушек в виде, вот как раз на фотографии идёт занятие, и вот делают уже, вот несколько могут сделать поделок, как в виде серёжек, да, из бисера, прямо очень красивые. Ну, детям очень нравится, и это входит в процесс лечения. Это не только, значит, рисование, да, лепка, а это один из методов реабилитации. Конечно, это и саморегуляция, развитие самотагнозиса, пространственных представлений. Очень хорошо. И последний вопрос. У вас ещё есть такой замечательный проект, когда вы приглашаете к себе. Да-да-да. Значит, ну, дети к нам ложатся со всей республики, города, да. И для того, чтобы всё-таки детишек мотивировать, да, мы придумали такой проект, как «Интересный человек». Буквально в ноябре прошлого года мы начали этот проект, и по этому проекту к нам в отделение приходят известные личности, да, люди, которые достигли определённых успехов в разных отраслях. Это и спортсмены, и известные певцы, и актёры, и политики. То есть они приходят к нам, рассказывают про свою жизнь, как они вот учились, как достигли успехов. И это очень мотивирует наших детишек. Певцы часто нам поют, поэтому по отзывам, ну, прям, это даёт тоже свой колоссальный эффект. Это не только вот больницы, да, как в классическом понятии, а это создание комфортных условий труда, условий лечения, ну, трудоработникам тоже лечения, для комфортного, для вот позитивного настроя, да, на лечении. И это даёт свои результаты. Очень хорошая у вас идея, проект, просто замечательная. Даже мэр города, по-моему. Да, к нам в Новый год приходил Евгений Григорьев, к нам приходили именитые спортсмены. Ну, очень много кто к нам уже приходил. У нас есть своя Аллея Славы. Обязательно фотографируем детишек с нашими гостями. И у нас уже приличная стена с фотографиями. Отлично, очень хорошо. Спасибо, что согласились стать гостями нашей программы. Я думаю, родителям было очень полезно узнать о вашем реабилитационном центре. Так как я сама работала у вас, знаю, как вы работаете, что лечение в комплексе, это всегда помогает. Больше, чем просто вот ходить к отдельным специалистам. Желаю вам успехов и благодарных пациентов. Спасибо большое, Юля, за приглашение и за такие тёплые слова. Дорогие друзья, Алёна, скажите, пожалуйста, логопед и клинический психолог, они всех детей берут? Значит, логопеды и клинические психологи, они присутствуют в команде при первичном осмотре, да, и отбирают к себе на занятия определённые группы. Спасибо. По показаниям. Спасибо. Дорогие друзья, мы прерываемся на короткую рекламу, встретимся с вами во втором блоке. Дорогие друзья, продолжаем наш эфир. Гости второй части нашего эфира Андрей Александров, врач-травматолог-ортопед-мануальный терапевт, и Владислав Алексеев, врач первой категории, травматолог-ортопед-мануальный терапевт. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас мы будем говорить о фундаменте здоровья, как стопа влияет на весь организм, и как же наши стопы влияют на наше тело. Здравствуйте, дорогие слушатели, телезрители. Так, ну, стопа – это, получается, фундамент нашего организма, в ней имеется 26 костей, это считается самый сложный сустав, голеностопный сустав. Она выполняет, в основном, функцию амортизационную, в ней имеются основные точки опоры, это у нас, получается, медиальный край, наружный нагрузочный сустав и пятка. Вот эти три точки, они должны опираться как тренога, и если в ней происходят какие-то изменения, начинаются нарушения. В основном это плантарные фасы, пяточная шпора, и когда у человека болит какая-то зона, он, получается, подстраивается под боль, нарушается осанка. Есть такая гипотеза, что из-за боли человек подстраивается под боль, и начинаются туулицы, грубо говоря, начинаются перекосы таза, спазмы мышц. Но из-за патологии стопы могут быть такие процессы фундаментальные, вплоть до головных болей. Как снежный ком, она, получается, прикатывается вверх, снизу вверх. А почему вообще деформируется стопа? Так, всем добрый день, меня зовут Андрей. Стопа может деформироваться, ну, по разным причинам. То есть, в первую очередь, это неудобная обувь, особенно у женщин. Женщины часто носят обувь не по размеру, более маленькую, более узкую, ну, для красоты, получается, да? И когда обувь у нас неудобная, сдавливает, мешает, то уже происходят какие-то нарушения. Вот особенно вот в области первого пальца, получается, да? Первого плюсно-фалангового сустава. Из-за узкой и маленькой обуви происходит процесс воспаления в первом плюсно-фаланговом суставе. То есть, первый палец стремится внутрь. То есть, это называется варусная деформация первого пальца. Также влияют такие факторы, как избыточный вес, потом генетика тоже влияет. То есть, у людей, у которых есть плоскостопие, либо вальгусная установка стопы, ну, то есть, стопа заваливается внутрь. Чаще, скорее всего, у их детей тоже будет такая проблема. Если также ещё можно добавить, если у человека какие-то постоянные нагрузки, например, у конькобежцев, у них приобретённые плоскостопие, у хоккеистов, потому что они, получается, у них обувь очень имеет высокую длину голени, и, получается, стопа полностью не опирается, ну, не отталкивается. За счёт этого страдают мышцы, и человек приобретает плоскостопие. А как исправить ситуацию? Можно ли это сделать? Ну, исправить ситуацию, в принципе, возможно до определённой степени. То есть, ну, когда происходит плоскостопие, это в первую очередь начинают мышцы, особенно вот тут задняя большеперцовая, мышцы стопы и голени перегружаться. Стопа начинает, получается, заваливаться внутрь, то есть, пронируется, и идёт, ну, как бы слишком избыточное давление и перерастяжение мышц. То есть, до определённого возраста, в принципе, это исправимо. До какого? В основном до 10 лет, да, у ребёнка более пластичный период, и там заканчивается основная закладка костей. При рождении у детей нету некоторых костей, они потом формируются по ходу роста. Потом они соединятся в нормальные кости, ну, как вы видите на макете, и вот этот процесс где-то заканчивается. В основном 10 лет. Хорошо. А если не исправить ситуацию, как это может отразиться потом в будущем, вот в возрасте, например? Ну, допустим, у меня такая ситуация. То есть, у меня самого есть плоскостопие, то есть, максимально большое, третьей степени, да? Это с детства такая проблема. С кожными сроками. То есть, я вот впервые начал замечать его, ну, то есть, мне с детства ставили диагноз, я особо, ну, никаких дискомфорта, ничего такого не было. Где-то в 2014 году, во время учения в Москве, там надо было много ходить, получается, с общежития до учебного заведения надо было очень много ходить. И вот очень стало уставать стопа, колени, поясница, получается. И только у меня в одного устаёт, у остальных никого не устаёт. И вот я узнал, что там есть центр, где изготавливают индивидуальные стельки. Меня это заинтересовало. Изготовил себе стельки, и оно как бы стало намного легче. То есть, и спина не устаёт, получается, и ноги уже не устаёт. И, то есть, хотя как у меня есть плоскостопие третьей степени, но когда я вот ношу стельки и делаю вот определённые упражнения, то как такого усталости нету. То есть, она всё равно неправильно, получается, амортизирует всё равно, она, получается, растянута мышцами, но как бы в повседневной жизни это уже не так сильно влияет. Хорошо. Расскажите про стельки. Более подробно вот я вижу у вас. Стельки имеют несколько видов. Бывают каркасные и бескаркасные. Каркасные стельки выглядят вот так. Они бывают ещё несколько слоев. Вот это вот, например, наша стелька фирмы Кепа. Имеет двуслойный ряд. Получается, материал называется термопласт. Мы её будем плавить под определённую стопу. Потом после изготовления они примерно выглядят вот так. Формируем продольный свод, поперечный свод. Можно менять любую обувь, перекладывать, чтобы не тесно было в обуви, лучше снимать стельки, которые есть в обуви, и подкладывать индивидуальные стельки. То есть я надену стельку и всё? Или нужны ещё какие-то дополнительные упражнения, может быть? Всё зависит от ситуации. Если у человека острое состояние, то в стельках ничего другого не поможет. Это зависит от ситуации всегда. То есть бывают острые состояния, подострые состояния. Если острое состояние, то надо снимать боль. То есть консервативное лечение применяем, гнистероидные противовоспалительные препараты, можно делать компрессы. Есть физиолечение, ударно-волновая терапия, там различный магнит, профинотерапия. Всё-таки зависит от ситуации. Если совсем ничего не помогает, например, при осложнении поперечной плоскостопии третьей степени халюкс, вальгус имеется, как говорил же мой коллега Андрей, отклонение первого пальца кнутри. Это прям тяжёлое состояние. Она также имеет степени. При третьей степени палец прям сильно скривляется, и второй палец закидывается на первый палец. Это уже необратимые процессы. Там только оперативное лечение, которое у нас хорошо оперирует в РБ-2. А как долго нужно носить стельки, чтобы был такой заметный результат? Ну, в основном, краткий срок. Мы наблюдаем уже после ношения стельек через две недели, если человек в подострое состояние. То есть у человека меняется биомеханика, мы устраняем первую причину, и уже люди отмечают в основном через две недели. А если у человека врождённая плоскостопие, то есть опять-таки зависит от патологии. То есть всё индивидуально. Всё надо смотреть. Если у человека врождённая плоскостопие, как у Андрея, то ему стелька особо не помогает. Они больше для комфорта, для разгрузки, наверное. А детям можно просто носить стельку, и это может им помочь? Да, детям. Ну, вот как я говорил, до 10 лет стелька прям корректирует. А существуют ли противопоказания? Противопоказания к стелькам в основном особо таких нету. Могут являться противопоказания. Это в основном, если у человека после ношения стелька появляются жидкие мозоли. То есть это говорит нам о коррекции стелек. То есть надо взять обратную сельку, нам сказать, чтобы мы подогнали стельку под его стоп еще заново. Бывает так, что она неправильно изготавливается. Ну, обычно бывает так вот. Когда человек покупает стельки, где-то в магазине, где-то купил в ортопедическом салоне, то есть не индивидуально изготовлено, а допустим, такие обычные готовые, и бывает, они ему не подходят. Либо подходят одной ноге, а второй ноге не подходит. Такое тоже бывает. И вот тогда в таких случаях обычно появляются. Жидкие мозоли натирают, получается. А когда индивидуально изготовлены, ну, такое вот редко встречается, но иногда бывает. Спасибо. Дорогие друзья, я хочу напомнить вам, что вы можете позвонить нам и задать свой вопрос по номерам 32 00 66, 32 11 66. Продолжаем. Помимо этого, я слышала про мануальную терапию. Кто такой мануальный терапевт? Ты расскажешь. Давайте. Мануальная терапия от латинского mannus это кисть, получается, терапия, это лечение, то есть это врач, в первую очередь, это должен быть врач, врач, который специализируется на лечении, ну, консервативном лечении заболевания порно-двигательного аппарата. То есть, лечит он кистью, ладонью, руками, получается. В мануальной терапии сейчас, на данный момент, очень много разных есть, получается. Мы работаем вот именно по мануальной терапии, по методике FDM, называется. То есть, это Fast Cell Distortion Model, то есть, FDM, такая аббревиатура. То есть, это такой современный метод лечения, основан на, ну, вот, именно на языке тела пациента. То есть, индивидуальный подход, пациент показывает, допустим, как болеет, там, имеется ограничение движения, либо нет, получается. И интерпретируя, врач интерпретирует и начинает лечение. То есть, ну, в принципе, такой вот. Воздиствуем руками, прям, в основном. Точечно? Точечно. Или это как массаж? Точечно. Можно так сказать, а иногда и как массаж. Все опять-таки зависит от ситуации, от патологии, от причины боли. Ну, плюс в том, что эффект довольно быстрый. То есть, человек показывает, мы как-то воздействуем, и, ну, эффект, он сразу, иногда бывает, виден на глаз. То есть, допустим, есть где-то ограничение движения, мы как-то что-то делаем, и становится сразу легче, допустим. То есть, это подсказывает нам направление, по которому мы можем двигаться. К нам, в основном, обращаются пациенты, которые, которым не помогло стандартное лечение по ГОСТу. То есть, поликлиника, в основном, назначает при болях стандартное лечение, ну, нестероидные противовоспалительные, миорелаксанты, и витамины группы В, в основном, это мерка. Человек колется, колется, получается, и после курса лечения оно не помогает, и он начинает задумываться, к кому мне обратиться, почему мне не помогает. дальше ходит этот круги ада, и потом, ну, подходя в основном к нам, можете обратиться в здоровый сустав. Мануальная терапия показана детям? В ДЭМ терапии, она получается, такая, можно сказать, дискомфортная, иногда даже болезненная, поэтому мы выборочно можем делать, делать детям, подросткам, детям-спортсменам, например, в основном, гимнасты обращаются к нам, бегутые, прыгутые. А при головных болях помогает? Помогает. При головных болях, кстати, очень хорошо помогает, то есть, там часто бывает, ну, головная боль напряжения, это напряжение, получается, мышц, часто бывают шеи, головы, получается, ну, при головной боли напряжения, если нет, ну, каких-то других нарушений, то есть, обычно мы обследуем пациента, смотрим, там, МРТ, рентген, там, если там нет таких больших нарушений, то мы охотно берем на лечение, в принципе, очень хорошо помогает моноантерапия. На видео, что вы делаете, какие манипуляции? А, это называется устранение дисторсии, то есть, причина боли у данного пациента заключалась, боль в локтевом суставе. Я воздействую на межкостную мембрану в предплечье имеются две кости, локтевая и лучевая кости. Между ними имеется такая тонкая пленка, соединительная ткань, фасы называется. И я воздействую, получается, человек получил травму, либо как-то воздействовал на нее, она, получается, как-то, грубо говоря, скомкалась, и она не разогнулась полностью. Я, получается, пытаюсь обратно собрать вот это, ну, изначальный вид соединительной ткани. Хорошо. Вначале мы говорили об упражнениях. Может, покажете нам несколько упражнений на разработку стопы? Власлав Тмитрович, давайте я покажу. Цельно подготовился тапочки на дне. Так, в основном при... Есть такая патология, вальгусная остановка, когда у человека стопа заваливается вовнутрь, это говорит нам о перетяжке задней большеберцовой мышцы, которая идет межберцовыми костями, крепится сюда кладевидной кости. Если она перетягивается, стопа заваливается вовнутрь. И для тренировки этой мышцы в основном надо делать вот это вот движение. Сидя можно делать вот такое движение вовнутрь. Не видно, Власлав Тмитрович. Чуть слабо. Сюда. Вот вот это вот движение. Также... Это сколько раз нужно сделать? По три подхода до... Получается до... Ну, по 30-40 раз где-то так. Можно повторять несколько раз в день. Также упражнения направлены на короткие сгибатели пальцев. Это мышцы, которые сгибают наши пальчики в таком положении. То есть можно в игровой форме детям, чтобы было весело, не скучно, мелкие предметы, там конструкты, ручку, карандаш, перекладывать пальчиками стоп, то есть захватывать и перекладывать туда-сюда. На время можно в игровой форме все это делать. Также ткань, полотенце, салфетку подложить и подбирать пальчиками под себя. На время можно все это сколить. Перекаты с пятки на носок, ходьба на наружный свод, на утренний свод. И упражнений великое множество. Есть главное желание. Можно рисовать даже пальцами ног. Карандаш зажать между пальцами и рисовать получается. Это тоже очень будет помогать. Хорошо. А после травм, переломов мануальная терапия помогает? Ну вот или как? Ну вот там на видео был пациент как раз после травмы. То есть при травмах допустим при любой травме при переломе при растяжении допустим вот часто люди думают что допустим у меня перелом сломалась кость получается и вот когда она заживет все будет нормально. Но по факту так не происходит допустим травмируется не только кость получается все ткани которые нас окружают они все травмируются. То есть и вот мышцы и фасы и подкожожировая клетчатка все начинает ну то есть движение не происходит. Ну допустим человек часто вот иммобилизирует то есть делает ему гипсовые лангеты где-то на месяц на два вот после гипсовых лангет часто бывают такие вот контрактуры то есть ограничения движений в суставе и вот такие вот ограничения движений вот мы начинаем лечить то есть это можно грубо говоря сравнить так вот то есть допустим у меня есть вот несколько слоев то есть это кожа за ней подкожно-жировая клетчатка за ней поверхностная фасция и потом мышцы то есть я как будто одел куртку в пять слоев в срезе как будто торт слойный да и то есть между этими слоями тоже должно происходить движение скольжение скольжение и вот когда не хватает движения допустим даже в той же поверхности фасы допустим не хватает скольжения где лоранат допустим закончился мы воздействуем именно на эти ткани и начинаем их получается двигать их растягивать то есть какое-то определенное воздействие и тогда вот происходит довольно хороший эффект самое главное это насколько долго прошло то есть ну как сказать длительность после травмы то есть бывают такие вот застрелые травмы там прошло несколько лет то есть зависит от длительности хорошо Владислав Андрей спасибо вам много интересного узнала для себя наша программа завершается надеюсь что вам понравилось с вами была Юлия Решетникова до скорой встречи субтитры 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 субтитры